Альметьевск Альметьевск Альметьевский район по надое молока находится на 39 месте в республике. Специалисты всерьез озабочены этой проблемой. Президент Татарстана Рустам Мениханов выступил сегодня с ежегодным посланием к Государственному Совету. В послании Рустам Мениханов дал оценку внутреннему и внешнему положению республики. Он отметил успехи Татарстана в организации и проведении спортивных мероприятий, возрождении историко-культурного наследия, реализации социальных программ. Главными результатами социальной политики президент назвал положительную динамику демографии и увеличение продолжительности жизни. По словам Рустама Мениханова, текущий год в Татарстане проходит достаточно напряженно. Основные макроэкономические показатели пока не превышают уровень прошлого года. Вместе с тем на ближайшие пять лет стоят задачи роста экономики в 1,2 раза. Необходимо повышать инвестиционную активность и задействовать для этого все наши резервы, подчеркнул лидер республики. Мы ставим перед собой масштабные задачи и строим далеко идущие планы. Настоящие и будущие республики зависят от каждого из нас. Татарстан – территория возможностей. Все в наших руках. Сегодня мы как никогда должны быть единой работой в одной команде на благо республики. Мы можем, мы вместе, без берега, без булдраус. Ихтибарь вас сюда. Мы это сделали. В Альметьевске на старт вышли более 10 тысяч человек. В городе прошел кросс Татарстана 2015. В этом году изменился не только маршрут, но и протяженность дистанции. Однако эмоции участникам забега это только прибавило. Своими первыми впечатлениями они после финиша поделились с нашим корреспондентом Ольгой Степановой. Последнее воскресенье сентября выдалось жарким. Не только от того, что столбики термометров прогрелись до плюс 25 градусов, но и от эмоций, которые переполняли спортсменов и зрителей. Жители Альметьевска присоединились к всероссийскому днюбегам кросс-нации, в рамках которого в городе прошел массовый забег кросс Татартана 2015. После традиционного забега сильнейших, который прошел рано утром, на кросс вышли сотрудники совета и исполнительного комитета района, руководители государственных и муниципальных служб. В первых рядах стартующих глава района Айрат Хайрулин. Дистанцию в 2 километра 100 метров он преодолел первым, причем со значительным отрывом. Очень отличный спортивный праздник. Люди выходят на улицу, встречаются, общаются, бегут, бегают в удовольствии, бегают в движении вперед. Я знаю, что альметьевцы очень активные жители. Мы будем максимум развивать все наши виды спорта. 52 направления мы сейчас культивируем. По признанию участников кросса, они получили огромный заряд позитива и лишь небольшую толику усталости. Но от нее уже через пару минут не осталось следа. День, вот, эмоции зашкаливают. Трасса супер. Ну вообще блаженство. Даже несмотря на усталость, ну это супер. Ура! Каждый день надо бегать, физалеткой заниматься. Хотя бы километр в день, если будешь бегать, то трасса поддастся. А так, изредка 2 километра сразу, это очень тяжело. Тем более тон задал глава администрации Айрат Ринатович. Он побежал первым, за ним никто не успел. Затем на старт вышли студенты вузов и СУЗов. Ребята, не первый раз участвующие в кроссе, признаются, что в этом году много неожиданных изменений. Дистанция стала длиннее, а маршрут начинается и заканчивается не на Тимирязево, как раньше, а на площади Ленина. Погода очень жаркая, было тяжело бежать. В итоге все нормально. Ноги встали очень сильно. Душа радуется. Третье место занято. Третье пришел? Да. А что не получилось? Девушка. Сил не хватило чуть-чуть. Кадеты из 18-й школы выбрали свою тактику. Они стартовали и финишировали вместе в так называемой коробке. При этом дружно произносили кричалки. Одним словом, сплоченная команда. Для них было важно участие, а не победа. Я бегаю уже не первый год, уже третий раз здесь. Ну, как сказать, день выдался лучший из всех, которые я бегала. Трасса была сложнее, чем в прошлые годы. Эмоций было гораздо больше. Так, парадмеру. Кажется, что он парк сам маленький, но дистанция вообще огромная. Он стал первым лидером ВИП-забега. Хайрули Найрат Ринатович! Завершился кросс-забегом работников предприятий и учреждений. По подсчетам организаторов, на старт вышли более 10 тысяч человек разного возраста. В каждом забеге были определены победители и призеры. Участники, занявшие первое, второе и третье места, получили кубки и дипломы. Ольга Степанова, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. Похоже, альметьевская молодежь по-настоящему вдохновилась массовой зарядкой, прошедшей во время открытия парка Шамсинур. На днях волонтеры собрались, чтобы провести импровизированный урок физкультуры на свежем воздухе для всех, кто хочет быть здоровым и сильным. Упражнения за ними повторяли студенты институтов и техникумов города. На сцене городского парка в этот день не певцы, не танцоры, а волонтеры, демонстрирующие упражнения физзарядки. И зрителей здесь тоже нет, есть активные участники процесса. Все элементы просты и доступны, выполнить их может любой человек. В этом и заключается смысл республиканского проекта «Сессия здоровья». Именно в его рамках альметьевские волонтеры организовали флешмоб-зарядку «Заряд бодрости». Такое массовое мероприятие активисты собираются проводить регулярно. Цель – оздоровиться, то есть сплотить наше движение и зарядиться бодростью. Идея студентам понравилась. Многие готовы приходить на зарядку в парк ежедневно, особенно, когда стоит такая замечательная погода. Сделать зарядку – это для того, чтобы быть здоровым, крепким, чтобы была хорошая физическая подготовка. Главное, чтобы все здоровы были, надо эту зарядку каждый день проводить. Желательно, если каждое утро вот тут собирались все, проводили такие зарядки. Для волонтеров эта зарядка стала еще одним поводом заявить о том, что в Нефтеграде есть активная молодежь, которая любит спорт. А еще возможность показать, что каждый может придумать что-то необычное для своего города. Полина Сураева, Илька Махмедянов, Альметьевск ТВ. Много интересных событий проходит в культурной жизни города и района. Мемориальный музей Фатиха Кареми в селе Менибаево ежедневно вписывает новые страницы в свою историю. В этом году здесь отмечаются две юбилейные даты – 145 лет со дня рождения самого Фатиха Кареми и 90 лет со дня рождения основателя музея Мудариса Ибрагимова. Третьим значимым событием стало открытие музея после реконструкции. На праздничных мероприятиях побывала и наша съемочная группа. В Альметьевском районе во все времена проживало немало творческих, по-настоящему талантливых людей. Их имена известны не только в нашем крае, но и за его пределами. Один из них – житель села Менибаево Фатиха Кареми. Педагог-просветитель, ученый, писатель, журналист, общественный деятель – все это о нем. Альметьевск много лет славится его именем. Историю жизни писателя и его творчества необходимо было сохранить и для последующих поколений. Поэтому на родине писателя в 1989 году был открыт музей, который рассказывает не только о жизни и деятельности Фатиха Кареми, но и об истории села и его людях. Спустя 145 лет имя писателя не теряет своей популярности, особенно среди земляков. В школе проходят открытые уроки, сельчане и гости села посещают мемориальный музей. Очень хорошо провели, нас порадовало, провели в школе открытый урок, что дети это все знают, свои корни. Вот уже правнуки рассказывают о нем, значит, не все потеряно. Это тоже, я думаю, большая заслуга вот этого музея. Одна из экспозиций музея посвящена его основателю, Мударису Ибрагимову. Он был патриотом села Минебаева. Работая педагогом в сельской школе, он увлекался историей жизни талантливых людей. Творчество Фатиха Кареми, видимо, стало для него самым ценным исследованием. Изучая его жизнь, читая рукописи, Мударис Ибрагимов пришел к решению основать мемориальный музей своего выдающегося земляка. Долгие годы он собирал материалы писателя, фотографии, рукописи, личные вещи. Я считаю своим долгом сохранить то, что сделал мой отец, то, что могу, чем могу, тем помогаю. Совместно с активом села мы вместе продолжаем эту работу. Огромный труд отца ценят и детям Мудариса Закиевича. Ведь благодаря его стараниям имя Фатиха Кареми стало еще более известным. Поэтому они продолжают начатую им работу. В этом году по инициативе сына Нафиса Ибрагимова прошла реконструкция музея. Торжественное открытие состоялось в день празднования юбилеев. Финансирование музея, Минебайского музея имени Фатиха Кареми, осуществлялось за счет заместителя руководителя ТАТЭКС Ибрагимова Нафис Мударисовича. Это сын основателя музея Ибрагимова Мудариса. Огромное ему спасибо. Музей строится по крупицам, пополняясь годами. На протяжении более четверти века Мемориальный музей в Фатиха Кареми разнообразился различными стендами о самом герое и его родных. У молодого поколения наибольший интерес вызывают личные вещи писателя, предметы, обстановки, благодаря которым он создавал свои рукописи. Музей пользуется огромной популярностью как в Альметьевском районе, так и в республике. Большой популярностью пользовался и праздничный концерт, прошедший в Альметьевском музыкальном колледже. Он был приурочен к Всемирному дню музыки и Дню пожилых людей. Оба эти события состоятся 1 октября. Среди композиций, прозвучавших на концерте, были как классические произведения, так и пьесы современных композиторов. Учебный год в музыкальном колледже и музыкальной школе начался. Значит, сезон хорошей классической музыки в Альметьевске открыт. На первом в этом году совместном концерте выступили преподаватели, студенты и учащиеся. Программа посвящена сразу двум праздникам. Осенний, прекрасный, солнечный день. Мы празднуем два праздника. Наш концерт приурочен 1 октября. 1 октября – это День пожилых. И 1 октября, к тому же, Всемирный день музыки. Мы наш концерт сегодня посвящаем двум этим праздникам. Открыли концерт оркестр русских народных инструментов под руководством бессменного дирижера Виктора Цветкова и солистка, преподаватель по вокалу Раиса Кашапова. В ее исполнении Ава и Мария композитора Качини затронула самые сокровенные уголки души зрителей. Огненные мотивы внес в праздник дуэт аккордеонистов Владимира и Гузял Еремеевых. Испанский танец, имитирующий кориду в исполнении признанных мастеров, обжигал зрителей. Они в сопровождении оркестра исполнили известную композицию «Пасадоболь Лепина». Рядом с уже именитыми исполнителями Нефтеграда достойно смотрелись и юные воспитанники музыкальной школы номер один. Настроение задорное, веселое, заводное чувствовалось в выступлении воспитанниц школ Азалии Зариповой и Елизаветы Ильиной. Они в четыре руки сыграли произведения известного композитора. Произведение Юрия Весника «Карлосон», потому что он веселый, задорный, концертное произведение. Вообще все последние ансамбли у нас Юрия Весника мы берем, потому что нашим преподавателям и нам как раз очень нравится, как он сочиняет музыку. Вот нам сейчас как раз дали новую пьесу, тоже его. Но на этом сюрпризы от альмитерских музыкантов не закончились. Грандиозное представление ждет жителей и гостей города 1 октября в 7 часов вечера во Дворце культуры Нефче. Здесь пройдет галоконцерт фестиваля «Молодые таланты России». На музыкальном вечере выступит Московская творческая школа «Мастер-класс». Еще один концерт состоялся в музыкальной школе номер один. В этот праздничный вечер здесь прошло посвящение в юные музыканты, в первоклассники. Малыши дали традиционную клятву и получили памятные первые подарки. Затем они порадовали зрителей театральным номером со сказочными персонажами. А затем на сцену вышли учащиеся старших классов. Среди них хореографический ансамбль «Стиль детства», вокальный ансамбль «Страна чудес», ансамбль скрипачей «Созвучие». И к другим темам. По надоям молока Альметьевский район находится на 39-м месте в республике. Чтобы разобраться в ситуации и улучшить ее, с рабочим визитом в Альметьевск приехал начальник главного государственного сельхозуправления Минсельхозпрода республики Ильсур Закиров. Он посетил ряд хозяйств, где ознакомился с условиями содержания крупного рогатого скота. Дал советы по улучшению рациона их кормления, проведению ветеринарных мероприятий. Увиденное в хозяйствах проанализировали насвещение в исполкоме района. Главная тема встречи – пути повышения надоев молока. На встречу с Ильсуром Закировым собрались представители всех сельских предприятий района. Ильсур Закиров отметил, что нужно увеличить потенциал и готовить племенной молодняк от коров продуктивностью не менее 5000 килограмм молока на лактацию. Также он акцентировал внимание руководителей на проблеме обеспечения специалистами в области животноводства. У нас на сегодняшний день республика надаивает 13 килограммов. Поэтому это возмущение министра ниже, кто надаивает 13 килограммов, ниже республиканского показателя. Это уже считается то, что мы не работаем. Альмельский район занимает непочетное 39 место в республике по производству молока. Специалисты серьезно беспокоены этим. Они отмечают, что есть ряд проблем, которые не решаются из года в год. Среди основных выделяют нехватку кадров. Для эффективной работы животноводческих комплексов необходимо укомплектовать их специалистами. На сегодняшний день в Альмельском районе не хватает доярок, ветврачей, механизаторов. Одновременно с решением кадрового вопроса необходимо активнее внедрять современные технологии. В первую очередь в области воспроизводства дойного стада. Ильсур Закиров также назвал предприятие, которое стабильно показывает высокий надой молока. Это хозяйство имени Токарликова, АПАК, Китючат. Остальным сельским формированием было поручено обратить внимание на улучшение рациона животных. И на условия их содержания. Одна из важных задач сегодня – переход на зимний режим. Илька Махмедянов, Алсуга Таулина, Альмельск ТВ. На дворе теплое и ласковое бабье лето. Но нельзя забывать и про суровую зиму, которая ждет нас впереди. Нужно успеть запастись овощами, крупами и прочими необходимыми продуктами. Минувшие выходные жителям Альмельска представилась такая возможность. Долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в очередной раз порадовала покупателей. Не только богатым ассортиментом, но и приемлемыми ценами. Выходные альмельцы распланировали заранее, как только узнали о приведении сельскохозяйственной ярмарки. С утра горожане с пакетами и сумками устремились на рынок торговый двор. А товары производители оказались здесь еще раньше, чтобы успеть разложить товар. Овощи, фрукты, мука, молочная продукция, куриные яйца, мед, различное мясо. Прилавки наполнялись товарами, а цены демонстрировали редкий для нынешних времен демократизм. Горожане получили свежую, экологически чистую продукцию, а фермеры, в свою очередь, смогли продать ее мину и посредников. Кроме овощей и фруктов, у покупателей была возможность приобрести саженцы яблонь, груш, малины, винограда. Яблоки ранние, поздние, есть малина. Яблоки берут хорошо, потому что все любят яблоки, растут хорошо для нашего климата. У нас так достаточно не жарко. Виноград тоже берут хорошо. По словам генерального директора торгового двора Василия Урозайкина, посетителей с каждым годом становится больше. Сельскохозяйственная ярмарка становится все больше востребованной, поэтому срок ее работы будет продлен. Необходимость этих ярмарок неоспорима, потому что есть возможность горожанам и жителям района закупиться товарами на зиму, то есть по низким оптовым ценам. Ярмарка привлекательна не только доступными ценами, но и услугой доставки товара до дома. Ею в первую очередь пользуются пожилые покупатели. Да и других желающих воспользоваться этой услугой было достаточно. Набирая необходимую продукцию, люди даже не задумывались, как донести тяжелые покупки до дома. В этом помогли волонтеры. Мы участвуем в волонтерском движении, вместе с соцзащитой помогаем пенсионерам одиноким относить мешки, помогаем тяжелые вещи таскать. Авраам и Татьяна Семенова – постоянные посетители ярмарок. Традиционно каждый год они здесь закупают овощи на всю зиму и пользуются волонтерской помощью. Картошку купили, 8 мешков. Ребят помогли, спасибо большое. Картошка нормальная, с Оксанужского района, дешевая. 12 рублей стоит. Сельскохозяйственная ярмарка в этот день превратилась в массовый праздник. Покупатели радовались низким ценам и широкому ассортименту. Продавцы хорошей прибыли, а местные артисты и творческие коллективы поднимали все настроения. Илька Махмедянов, Алсу Гатаулина, Ольга Степанова, Эдуард Прокопьев, Альмитиск ТВ. А теперь новости спорта. Кубок мира у альмитиских спортсменов. Таков итог финального розыгрыша Кубка мира по кикбоксингу World Cup Diamond 2015, прошедшего в Анапе с 22 по 27 сентября. Сабина Максимзянова стала финалисткой Кубка мира, а Денис Скворцов и Шехран Гусейнов – обладателями золотых медалей. В престижном розыгрыше Кубка мира приняли участие кикбоксеры из 26 стран. Главными соперниками россиян стали спортсмены из Казахстана и Белоруссии. Не отстают от кикбоксеров и альмитиские борцы. Один из них, Ирик Шаяхметов, стал победителем Кубка мира по борьбе на поясах. Спортсмену из Нефтеграда не было равных весовой категории до 100 кг. Соревнования проходили в Крыму, в городе Алушта. В них приняли участие пять спортсменов из Татарстана. Они завоевали три первых, одно второе и одно третье место. Теперь Ирику Шаяхметову предстоит участие в чемпионате мира по борьбе на поясах. Альмитиский нефтяник продолжил победную серию выездных побед в розыгрыше регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги. На этот раз на чужом льду был переигран Казанский Барс со счетом 2-0. В составе альмитисцев отличились нападающий Айрат Зиазов и Кирилл Лебедев. Набрав три очка, нефтяник вышел на четвертую строчку в турнирной таблице и вплотную приблизился к тройке лидеров – Торосу, ТХК и Динамо. Черно-белых отделяет от этих команд всего одну очку. Это все на сегодня, а сразу после нашей передачи Борис Булатников расскажет о погоде на предстоящие сутки. А я с вами прощаюсь, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин